МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Был селектор с заступником министра инфраструктуры, что касается бюджета 2016 года, выделения средств на ремонт строительства дорог в Николаевской области. Поэтому кратко хочу проинформировать в целом, что у нас происходило за год и что нам необходимо будет делать в ближайшие месяцы и в 2016 году, какие у нас перспективы. В 2015 году выделение средств ДП Николаевский обл. автодор. Перечислено 70 миллионов гривен, из которых 53 миллиона 900 тысяч гривен направлены на проведение аварийно-ямочного ремонта на автомобильных дорогах государственного значения. И 16 миллионов 100 тысяч гривен на обеспечение безопасности движения. Вы знаете, на самом деле это те средства, которых недостаточно для того, чтобы отремонтировать и построить дороги в Николаевской области. Практически каждая сессия областного совета у нас начинается с того, что депутаты поднимают вопрос о дорогах Николаевской области. Проблема это ни одного дня и ни одного десятилетия. Более глобально, конечно, необходимо подходить к данному вопросу и рассматривать не только Николаевскую область, а и в целом Украину. Но если говорить о наших проблемных дорогах государственного значения, то их сегодня три. Это Н11, которая, вы знаете, в каком состоянии находится. И ситуация сегодня на дорогах аварийная. Мы просто приняли решение и своими силами сегодня пытаемся восстановить проезжаемую часть дороги от Днепропетровской области до Нового Буга и по непосредственно городу Новый Буг. Людям выплачена заработная плата за предыдущие месяцы для того, чтобы мы смогли выполнять непосредственно те ремонты, которые запланированы. Опять-таки речь идет о ямочном ремонте, не строительстве, не капитальном ремонте, потому что средств нет. Украфтодор планирует выделить около 10 миллионов гривен для того, чтобы отремонтировать часть дороги Н11. Такая же ситуация у нас происходит и с дорогой Николаев-Кировоград, где состояние, я не могу сказать, что лучше, а, наверное, еще и хуже, нежели на дороге Н11. И ситуация также критична, поэтому мы будем обращаться к бизнесу, мы будем совместными усилиями пытаться в течение зимнего периода хотя бы обеспечить проезд транспорта по этим дорогам. Что хочу сказать в целом по области, у нас в 2015 году было выделено достаточно средств по сравнению с предыдущими годами. И это за счет экономической децентрализации, за счет акциза, которое пришло к местным бюджетам. Я хочу привести пример, что город Николаев планировал 128 миллионов средств освоить на ремонт строительства дорог, освоил из них 115 миллионов 663 тысячи. Город Вознесенск 1 миллион 460 тысяч, планировали, освоили 1 миллион 355 тысяч. Веселиновские районы, это за счет сельских бюджетов 1 миллион 217 тысяч, 1 миллион 153 тысячи освоили. Бюджет области, насколько вы знаете, он у нас перевыполнен на 118,9 процентов. По итогам 6 месяцев мы перераспределили и 12 миллионов направили на содержание и ремонт дорог в нашей области. Соответственно, данная сумма была направлена на службу автомобильных дорог и перераспределена на 19 районов, в зависимости от продолжительности дорог. И я вам хочу сказать, что вот не часть, а все дороги практически на эту сумму были отремонтированы. Это небольшое количество в километре же, но тем не менее, приведу как пример, в Арбузинский район выполнено ямочного ремонта 149 километров, что составило 560 тысяч гривен. Веселиновский район 178 километров, что составило 669 тысяч гривен. Казанковский район 200 километров, что составило 751 тысячу гривен. Новоодесский район 174 километра и сумма составила 651 тысяча гривен. В бюджете 2016 года мы вносим на рассмотрение профильных комиссий областного совета выделение от 12 до 15 миллионов гривен. Я буду просить депутатов, чтобы они поддержали наше предложение. И опять-таки, данная сумма будет направлена на службу автомобильных дорог, для того, чтобы мы пережили зиму. И если останется финансирование, значит весной приступили к ямочному ремонту местевых дарих. Я не закончил по дорогам государственного значения, потому что на самом деле ситуация у нас пока не улучшается. В бюджете 2016 года у Крафтудором запланировано около 3 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог по Украине. Мы направили наши предложения от областной администрации по дорогам Н11, по дороге Снегиревка-Березнеговатая и Николаев-Кировоград. Это те дороги, которые крайне нуждаются в ремонте, но я часто говорю в строительстве, а не в ремонте. Надеюсь, что при поддержке наших депутатов народных мы сможем получить из бюджета на ремонт данных дорог в 2016 году. По крайней мере, сегодня я получил подтверждение и от Министерства инфраструктуры, что Николаевская область стоит в приоритете по ремонту дорог и также получил поддержку от группы депутатов Николаевщина, которые сегодня, в хорошем смысле слова, лоббируют на всех уровнях, начиная от Министерства финансов, заканчивая комитетами Верховной Рады по бюджету и инфраструктуре, для того, чтобы эти средства были выделены, как в прошлом году, были выделены на Львовскую область около 700 миллионов гривен. Но нам с вами необходимо тоже думать о зиме и необходимо думать о наших дорогах, которые нам необходимо ремонтировать в районах, в городах. Поэтому буду обращаться и призывать вас, для того, чтобы мы в 2016 году соответственно увеличили фонд финансирования ремонта мясовых дорог. Учитывая многолетний опыт в Николаевской области, к сожалению, в осенне-зимний период обстановка возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий значительно усложняется. В первую очередь это обусловлено резким ухудшением погодных условий, снегопадами, метелями и гололедом. Буквально недавно на областной комиссии ТПЧС под руководством Романчука Николая Павловича мы рассмотрели аналогичный вопрос это готовность в целом области к реагированию в осенне-зимний период и рассмотрели вопрос выполнения комплексного плана, который был подписан губернатором для всех служб районных администраций и объектов в том числе. Проводя анализ, хочу сказать следующее, что согласно вашего поручения, Владимир Иванович, было проверено 8 районных администраций и 2 города. Эти проверки были проведены внезапно, непланово, выдавлялись буквально за день-за два. Из 8 районов по двум в период с 14 по 16 ноября была поставлена неудовлетворительная оценка и решением областной комиссии ТПЧС Николай Павлович подписал 3 учебных вводных. Мы провели практическую отработку, буквально закончили вчера по Баштанскому району. В трех районных администрациях тоже не знали. Хочу сказать, что ситуация коренным образом изменилась в лучшую сторону. Новоодесская районная администрация, Николаевская районная администрация и Баштанская районная администрация показали удовлетворительные данные по готовности всех служб к реагированию в сложных погодных условиях. Уважаемые коллеги, мы должны с вами в первую очередь понимать, что одна служба Николаевский автодор и служба автомобильных дорог не в состоянии, к сожалению, не в состоянии справиться с теми сложными погодными условиями, с той чрезвычайной ситуацией, аналог, который мы имели в 2014 году. Только благодаря совместным усилиям всех ведомств, всех министерств, территориальных подразделениями, при поддержке органов власти, с привлечением частных организаций, мы сможем совместно с вами справиться с этой ситуацией. На сегодняшний день, также благодаря Николаевской областной государственной администрации было внесено изменения в постановление Кабинета министров по выделению и накоплению материального резерва. И мы имеем уже законные, все законные основания всем субъектам хозяйствования, частным лицам, кто принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, либо предотвращал возникновение чрезвычайных ситуаций, выделять финансы, выделять топливо с материального резерва. Но для этого, уважаемый глава районных администраций, этот материальный резерв должен быть в наличии. Потому что если его нету, то, к сожалению, выделять нам будет нечего. И первый вопрос, который задают хозяйственники, фермера, от которых вы будете привлекать ту или иную тяжелую технику, это возмещение горюче-смазочных материалов. Понятно, что, учитывая чрезвычайную ситуацию, никто не задает вопрос, а где мы будем этих водителей кормить, кто будет им платить зарплату. Все люди живут, живем мы все на одной территории, все понимаем. Но вопрос возмещения ГСМ, он стоит открыто. Поэтому я хочу огромное спасибо сказать всем главам районных администраций, которые добросовестно отнеслись к выполнению комплексного плана, который подписан губернатором. И все-таки нашли возможность создать этот материальный резерв. Я так понимаю, сейчас проходит совещание, которое фактически подытоживает ту работу, которую мы делали на протяжении последних двух месяцев. Это подготовка к зиме. И мы не ставили для себя легких задач. В принципе, мы исходили из того, что можно повториться те события, обстоятельства, которые имели место в прошлом году. Что хотелось бы сказать. Очень много уже мой коллега службы СНС рассказал, поскольку мы принимали участие уже в двух совещаниях. У нас было проведено совещание непосредственно в городе. И сегодня мы с главой нового управления патрульной полицией встречаемся в городе с городским главой. И оговорим вопросы конкретно по городу. Поскольку, доведу до сведения присутствующих, у нас ежедневно выходит 45 экипажей на улице города. Это очень много. Раньше выходило порядка 15, и сейчас 45. И работают они в трехсменном режиме, постоянно, круглосуточно. 45 экипажей, если интересно, будет 15 в центральном районе, 11 в Заводском, 10 в Корабельном, 9 в Ленинском. Так работает сейчас патрульная полиция. Что хотел бы сказать по поводу работы в зимний период? Ну, во-первых, у нас АТО очень сильно повлияло в хорошем плане на то, что мы создали, собственно говоря, сводный отряд из числа сотрудников наших. Это 200 человек, которые способны подняться в течение двух часов, экипированные и в любую точку выехать в области, для того, чтобы там организовывать охрану общественного порядка, публичного порядка, перекрытие и так далее. Второе. Абсолютно согласен с коллегой, Максим Григорьевич сказал, действительно, считаю необходимым продолжить практику. Они говорят, что проверили семь администраций. Надо всех проверить. И проверить, причем комиссионно, и не так, как мы победно рапортуем, что мы там заготовили столько-то соли, столько-то смеси, столько-то машин у нас готово. Если на поверку взять, мы уже говорили по городу. А там щетки снегоуборочные, 70% износа, они не достают просто до полотна дорожного, поэтому необходимо менять их. Там у нас смесь эта солевая лежит под открытым небом, и за 2-3 месяца она теряет свои качества по разъеданию, наличию и обледенению. Город предпринял меры, у нас было рабочее совещание, у них там в основном уже сейчас все под накрытием, не знаю, как по области. Насколько я знаю, все солевые, то есть солевые, то есть солевые, то есть солевые, песчанные смеси лежат под открытым небом, в районах. Соответственно, толку от них через 2-3 месяца практически не будет. Вот этот вопрос, то есть хозяйственный вопрос, надо комиссионно проехать, просто посмотреть. Посмотреть, реально оценить, не на бумаге, реально, что у нас находится на местах, это раз, в том числе и принять решение, Владимир Иванович, по тяжелой технике, потому что есть у нас подразделения, нацгвардии, у нас есть воинские части, сейчас очень много воинских частей, где может и тяжелая техника быть задействована, провести рабочие встречи, это мое предложение такое. И самое главное, сделать вводные каждому и посмотреть, как реагируют, потому что, как показала практика по ветеринарам, когда у нас свиная чума называлась, мы реагировали с местными властями уже на следующие сутки, а должны были уже вечером отреагировать, почему? Собрали всех до кучи, мы, люди военные, нам позвонили, сказали, прибыли, гражданские люди не всегда понимают, что необходимо вот еще завтрак, как говорится, то есть, что вчера, вернее, надо было это уже делать. То есть, продолжить практику, дальше, это хорошо, что мы приняли решение, что в телефонном режиме у нас комиссия ТПЧС будет собраться, давайте сделаем вводную, еще одну, давайте посмотрим, как у нас работает телефонная связь и самое главное, принимается решение и очень важно, это же юридический факт, когда мы будем принимать решение о перекрытии дорог, нам же надо будет уведомлять Укртрансинспекцию, Укравтодор, для того, чтобы они такое же решение принимали и наше ведомство уведомляли. То есть, каким-то образом подтверждение должно быть, чтобы потом член комиссии не сказал, я такого по телефону не говорил, понимаете? То есть, вот тут проработать вариант вот этот, я тоже считаю, это будет правильно. То есть, в чем проблема была в прошлом году с Максимом Георгиевичем абсолютно согласен. Город еще успел перекрыть дороги, но уже грузовики были в городе. Да. Мы прорабатывали вариант, выставляем мы на ряд патрульных, мы знаем, грузовики проламывают, едут, или просто-напросто грузовики стали и заблокировали. Великолепный вариант, хитрые и умные одесситы, это бетонные блоки с проездом для легковых машин. Все. То есть, по большому счету, для города с Валентином Васильевичем мы уже разговаривали, они знают, как это делать. Для районов то же самое на основных дорогах. Бетонные блоки с проездом для легковых машин. Все. Никаких проблем не будет. Мы занимаемся пропускным режимом. Все остальное сметут, потому что будет холодно, будет ходить есть. Ну и дальше, вот я услышал очень хорошую информацию, там 50 обогревательных пунктов есть, у Максима Георгиевича есть, там техника. Это все хорошо. Но единственное, есть просьба, нам недели хватит, я думаю, комиссионно объехать, посмотреть и сделать водные. Для того, чтобы посмотреть, как они готовы на место. Сегодня же принято решение. Владимир Иванович, хочу заверить, что национальная полиция как всегда подставит плечо и будет делать все для того, чтобы коллапс не повторился. Приступил я к работе начальника службы автомобильных дорог буквально третий день. Слышу сейчас, впервые на таких совещаниях, слышу сейчас негодование. В принципе, именно меня, как человека, из-подвига, наверное, возмущение, подобное, каждодневное, прийти и возглавить эту службу. Абсолютно справедливо. Много замечаний. Что бы я хотел по порядку предложить? Первое. Вадим Иванович. Ну, я думаю, что тут ни для кого не секрет, что все заявления, которые мы сейчас даем на строительство дорог на следующий год, это в большей степени желаемое за действительное. Невозможно построить 300 или 400 километров дороги за один год. В чем проблема? Проблема, которую, допустим, я увидел за эти три дня, а это именно проектно-сметная документация. проектно-сметная документация, допустим, на один из участков начиналась изготавливаться в 2012 году, на которую выделены и оплачены огромное количество денег, огромное количество денег, у каждого свое понятие, огромное количество денег. Но поверьте, это большие деньги на проектно-сметную документацию, которые были затрачены. была проведена экспертиза, деньги выделены не были. Срок действия экспертизы окончился, нормативная база поменялась. Сегодня мы имеем в службе макулатуру 28 сантиметров. Я боюсь, чтобы у нас не повторилось это все то же самое, когда мы сейчас пытаемся спроектировать дорогу Н11, спроектировать дорогу на Кировоград. Это тоже сумасшедшие деньги. Это все не бесплатно. И всему есть срок. Прежде всего, срок всех разрешительных документов, срок действия всех разрешительных документов. Я бы хотел внести предложение, чтобы мы оценили действительно возможности, оценили действительно реалии и на следующий год делали ровно тот участок, проектную документацию ровно того участка, который мы действительно будем строить. Но не построим. Не построим. Мы 300 километров дорог за один год. Александр Ильинич, не мы проектируем и не мы даем задания на проектирование, а непосредственно вы, Украфтодор и Министерство инфраструктуры. Поэтому вы не нам задавайте вопросы, а себе прежде всего. Я один этого не сделаю, Вадим Иванович. Потому что вы ставите задачи. Если я готовил поддания по вашей кандидатуре, то, конечно же, мы будем поддерживать. И вы видите, сколько сегодня сделано за этот год в поддержку наших Украфтодоров, Облафтодоров, Раевтодоров и в целом автобомбильных дорог Николаевской области. Александр Ильинич, я вас поддерживаю, но проектировать необходимо соответственно, конечно же, с большим большим расчетом. И это непосредственно ваша задача. И мы будем ориентироваться на вас. А помогать и поддерживать мы готовы. Хорошо. Теперь, что касаемо Облафтодора. Да, действительно. Облафтодор единственная компания сегодня, которая может содержать дороги. Но никто не запрещает Облафтодору нанимать субподрядные организации, поэтому, пожалуйста, проводите эти переговоры. Я правильно говорю, Андрей Савельевич? Никто не запрещает. Более того, мы действительно в ближайшее время проведем инвентаризацию, фактическую инвентаризацию трудового резерва, фактическую инвентаризацию механизмов и, скорее всего, будет проведена какая-то оптимизация и районы, возможно, будут объединены. Но функцию заказчика будет по-прежнему исполнять Облафтодор. Все предложения я не думаю, что Андрей Савельевич не хотел бы их рассмотреть. Если у вас такие предложения, подходите к нему, решайте вопросы. Не получается? Мой кабинет открыт, заходите, будем решать. Еще раз, оптимизация, Андрей Савельевич, это то, что нас ждет впереди. Это очень правильно. Потому что 32 или сколько там, 22 асфальтовых завода это неправильно. у нас на сегодняшний день действующих сколько? Три асфальтовых завода. Ситуация, которая произошла, по дороге в Николаевской области. Загальна мережа дорожного загального користування на балансі службы автомобильных дорожных складывает 4700 квадратных метров. Из них государственного значения 1500 километров и государственного значения 3200 километров. Речный план финансирования дорожного государства в 2015 году закреплено дельбюджетом складывает 161 миллион гривен, что в 1,4 раза меньше запланованого обсягу робот в 2014 а в 2013 в поревнянні это финансирование складало 618 миллионов. З 161 миллиона на погашение предиторской заход торгованности в последние годы направлено 43 миллиона гривен и 117 миллионов направлено на выполнение робот, которые расположены следующим образом. На строительство реконструкции и капитальный ремонт выделено 6 миллионов. Это выполнение проектных робот. По программе развития международных банков выполнение проектных работ по автомобильной дороги Н14 Кировоград Николаев, что складается в маршрут Львов, Кировоград, Николаев, Херсон. На поточные ремонты выделено 48 миллионов гривен, в том числе на погашение кредиторской запоргованости 38 миллионов и на эксплуата цинь отримания я уже наголошу 106 миллионов. Против сечня грудня поточного року на дорогу загального користування виконана робіт уже на загальную сумму 102 миллиона, что складает 87% від загального финансирования. Поточным ремонтом освоено 100% 10 миллионов гривен, эксплуата цинь отримания 92 миллиона, что складает 91%. Как наголошил Вадим Иванович, большая часть робіт, которые выполняли по службе автомобильных дорог, это аварийный ямковый ремонт проездной частины, который складывал 76% от загальной суммы освоенных денег. Большая часть денег направлена без посередине для забезпечения проезда, для виконания ямкового ремонта. На виконание робіт по дорогам загального користування місцевого значения было выполнено на сумму 10 миллионов 700 тысяч гривен, что складает 95% від запланованого. Також большая часть костей по дорогам была використана на виконание ямкового ремонта. На сегодняшний день по области ликвидованной ямковости площадью 350 тысяч метров квадратных. На початку года было вражено 793 тысячи метров квадратных. То есть загальная сумма виконания наших робіт склада 43%. На дорогах державного значения ликвидовано 251 до 1 тысяча метров квадратных залишок ямковості складає 219. На дорогах місцевого значения ликвидовано 100 тысяч метров квадратных залишок 220. Найбільш проблемными ділянками наших доріг складається автодорога 11, по якій було уражено 96 метрів квадратных або 127 тисяч метров квадратных ликвидовано кількість 47% без загальної ураженності залишок ямковості складає 76 тисяч метров квадратных то есть роботи на сьогоднішній то що ми вже наголошували на цих 67 тисячах метров квадратных то есть обсяг робіт того дуже значний по Н14 Кировоград Николаев уражено було 56 кілометрів або 45 тисяч метров квадратных ліквидовано 60% від загальної ураженності залишок ямковості скотає 18 тисяч метрів квадратных по автомобільних дорогах М14 аварийно ямковість була ліквідована в повному обсягі і був забезпечений проїзд виконального виконання вахового доручення що була поставлена задача в березні квітні місяці в розрізі районів виконано робіт за рахунок террориального значення по місцевих і териториальних дорогах практично у полному гості